И я осталась голодной. Я вожделею это мясо. Мне этот фильм промыл мозг. Всё плохо. Включаю всю эту хуйню. Мы такое смотреть не будем. Они не стали это смотреть, потому что не хотят видеть правду. Размазать его мне по губам, пропихнуть в рот. Всем привет, вы на канале Шпинаточка. И в этом видео я рассказываю о своём вегетарианстве. Как вы могли догадаться по названию видео и по названию моего канала. Я вегетарианка. Я стала вегетарианкой в возрасте 12,5 лет. Где-то в 2014-2015 году. В общем, в сегодняшнем видео я выгляжу максимально зелёной. Максимально как-то природно, насколько я могла это сделать. В своём сегодняшнем образе. И сегодня я буду рисовать своего маскота Шпинаточку. Соответственно, спидмейт вы видите где-то здесь. Слева или справа от меня. Ну а я вам сегодня расскажу все трэш-истории, с которыми я сталкивалась на протяжении этих 8 долгих лет по поводу меня, будучи вегетарианкой. Начать, наверное, стоит с того, что я стала вегетарианкой, потому что мне жаль животных. Очень-очень эмпатичный человек. Мне кажется, это неудивительно, что я стала вегетарианкой, так как мне всегда всех было жаль, люблю животных. Очень чувствительный, добрый человек. Не похвалишь себя сама, не похвалит никто. Таким образом, в 12 лет зимой я решила стать вегетарианкой. В вегетарианстве разделяется несколько подвидов. Это не то же самое, что веганство. Я лакто-ова вегетарианка, это означает то, что я ем лактосодержащие продукты, то есть я пью молоко животного происхождения, я ем кисломолочные продукты, сыр, все в таком роде. Ова это у нас яйца, то есть я ем яйца куриные и также я ем рыбу. Но при этом я отказываюсь от мяса животных, от мяса птицы. Мне плевать, если вы скажете, что их растет ради того, чтобы их убить, они были созданы, бла-бла-бла. Мне похуй, это все уже слышала очень-очень много раз. Вы меня не переубедите. Я считаю, что в наше время человек может обойтись прекрасно без мяса животного происхождения, без какого-то поедания органов животного происхождения. У нас сейчас не каменный век, вам сейчас не нужно бегать в речку, чтобы мыться, вам не нужно гоняться за мамонтом, чтобы что-то покушать и добыть его кожу, его шерсть, чтобы сделать шубу. Сейчас мы находимся на том этапе развития, когда для нас также неприемлема жестокость, как по отношению к себе подобным, так и по отношению к животным. Вот, собственно говоря, поэтому я являюсь вегетарианкой, я не ем мясо. При этом, при всем, будучи вегетарианкой, я на вас ни за что не буду наезжать, если вы сядете и при мне съедите курицу. Не буду лезть в вашу жизнь, я не осуждаю ваше право есть это мясо. Но при этом, если вы начнете лезть в мою жизнь, в мой выбор, это изменит мое отношение к вам, как к человеку, который недостаточно эмоционально развит, возможно, у которого не хватает каких-то чувств внутри. В общем, я пойму, что ваш желудок вам дороже, чем боль живого существа, которое умерло, чтобы попасть к вам на тарел. Заходите на канал Шпинаточки, здесь всегда весело и очень добрая атмосфера. Главная моя ошибка за всю мою жизнь, связанная с вегетарианством, состоит в том, что я сразу оповестила об этом всех своих родственников. Ну, практически всех своих родственников, с которыми я жила на тот момент. Сколько они активно ели и продолжают есть мясо, а я не собиралась этого делать. Я почему-то наивно понадеялась, что меня как-то поймут и примут, что мой выбор людям может показаться осознанным и моим выбором, на который они не должны влиять. Но, к сожалению, все пошло совершенно иначе. Происходили ебанутые истории. Да, мне пытались насильно запихнуть мясо в рот, когда меня активно газлайтили тем, что нет, здесь нет мяса. Так вот, если вы начинающий вегетарианец или веган, и вы знаете, что вы столкнетесь с каким-то недопониманием или с неодобрением в вашем окружении, лучше не сообщайте о своем решении, о своем выборе, и вам будет проще жить в моральном плане. Возможно, не станет проще жить, потому что вам придется как-то обходными путями пищу принимать рядом с этими людьми. Исходя из своего опыта, я могу вам сказать, что действительно, пожалуйста, подумайте дважды, а лучше трижды, прежде чем сказать кому-то, что вы вегетарианец. Теперь я перейду к своим историям. Я не помню, когда конкретно они происходили, но они явно происходили в первые несколько лет, когда я активно боролась с тем, чтобы мне дали право есть то, что я хочу, и не есть то, чего я не хочу. А все они связаны с моей замечательной семьей. И первая ситуация, которую я помню, это котлеты. Моя матушка приготовила котлеты, сказала, что я никуда не уйду, пока не съем. Она заставила меня откусить кусок этой котлеты, сказала, что я должна съесть хотя бы одну. Затем она ушла в ванную, и в это время я... Внимание! Насколько может быть находчив человек, которому что-то запрещают в жизни? Я выплевываю этот кусок, который я спрятала, кажется, под языком. Выплевываю этот кусок, открываю окно. У моих родителей дом, часть дома. Есть соседи, соответственно, через забор. Я открываю окно, швыряю эту котлету на соседский участок через забор. Абсолютно бесшумно. И понимая прекрасно, что котлета, которую я должна была съесть, она уже как бы начата, я откусываю еще раз кусок и тоже его выбрасываю. И мне поверили. Знаете, если вы родитель, или если вы по каким-то причинам что-то кому-то запрещаете, знайте, что человек, если захочет что-то сделать или не захочет что-то сделать, всегда найдет входной путь, чтобы сотворить задуманное. Следующая моя история связана с газлайтингом. Газлайтингом моей бабушки. В общем, я тогда находилась в деревне со своими бабушкой и дедушкой. Там у нас была соседка, соседка в двух километрах от нас. Соседская девочка, с которой я тогда общалась и дружила. Мы там бегали, что-то делали. Однажды она пришла к нам во время обеда. Бабушка моя дает нас в дом. Я захожу и вижу, что над тарелкой, где лежит картофельное пюре, она держит терку и сосиску и натирает мелко-мелко эту сосиску и перемешивает это пюре. Я это вижу своими глазами, я это очень четко помню. Такая смотрю на нее, типа, ты серьезно? Ну, типа, ты думаешь, я тупая? Соседка в этот момент этого ничего не видела, но я думаю, что она тоже не слепая, и она может отличить светло-желтое картофельное, сука, пюре от розовой сосиски, даже если она мелко натерла. В общем, садимся мы за стол. Я говорю, типа, дай мне, пожалуйста, другую картошку, я не буду есть эту. Я видела, как ты натерла туда сосиску. Я не буду это есть. Она начинает мне доказывать, что там нет сосиски. Она начинает вот это все ковырять, и там, где явно видно розовые куски сосиски, она их просто игнорирует, и она доказывает мне, что там нет ее. И вот сидит слева от меня девочка вот эта, и она в качестве ее какой-то поддержки, она смотрит мне в глаза и говорит, да здесь нет сосиски. И вот, слушай, скажи, что тут нет сосиски, да? Вот, ты же видишь, что здесь нет сосиски? Она сидит в ахуе, не зная, что сказать, типа, она как бы дружит со мной, а не с моей бабушкой. И явно она осознавала, что если сейчас она как-то подставит меня и поставит меня глупой в моих же глазах, я не очень захочу с ней дальше играть. И она сидит и такая, ну, что делать, что сказать, за кого мне быть, что вообще как. В общем, мы тогда очень сильно поссорились, и я осталась голодной, потому что я не стала бы это есть. Это отвратительная ситуация, которую я помню ярче всего. Я помню погоду, помню, как выглядел дом. Я помню все, как вчера. Хуже всего то, что меня пытались загадлотить в этот момент и доказать мне, что здесь этого нет. Отвратительный способ манипуляции, особенно над 12-летним ребенком, потому что с тех пор я начала действительно задумываться над тем, так, а это точно то, что я вижу? А я настоящая. Ну, в общем, начались с того момента. И это приступы дереализации, и это ужасно. Я считаю, что эта история действительно послужила какой-то правной точкой для моих бед с башкой. Спасибо большое, бабушка. Очень мило. Дело она так еще не один раз со многими другими вещами, но это уже истории для других видео, более неадекватных. Еще одна треш-история связана также с деревней, с все той же соседкой, но при этом к нам добавляется новый персонаж. Это была другая девочка, живущая также где-то в районе двух или даже четырех километров уже от нее. И однажды мы пришли к ней в гости. Эта соседка, с которой я была знакома, решила меня знакомить с этой девочкой. У них накануне закололи свинью. Приготовили, я уже не помню честно, что. Мы сидим у этой девочки в гостях, а там какие-то журналы, каталоги принесла. Это было забавно, потому что в последний раз я лично интересовалась каталогами, журнальными где-то в нулевых максимум в начале десятых, а это вот было году в шестнадцатом-семнадцатом, наверное. И вот эта девочка, она нам приносит эту тарелку с мясом. И вот эта соседка, зная, что я не ем мясо, она ей говорит, что вот она вегетарианка, она не будет, мы съедим с тобой вдвоем. И эта девочка, знающая меня несколько часов, ей показалось очень смешным и забавным взять руками это мясо, там еще сало было, что-то в этом роде, и вот так сделать, размазать его мне по губам и попытаться пропихнуть в рот. Это было очень неприятно. И после этого она засмеялась, ей было весело от этого. А меня потом начало тошнить. Такие вот у меня веселые истории. Следующая история не связана с какими-то прямо неадекватными поступками, скорее с неадекватным мнением и с пренебрежением и обесцениванием моего выбора и моей сознательности. Произошло это в 2018 году, когда мне было 16 лет. С все той же бабушкой и дедушкой я отправилась к своему отцу за 5000 километров от города, в котором я раньше жила. Я забыла, что я ему не сказала про то, что я вегетариан. Понимаете, для меня это уже естественно. Для меня естественно, что я не ем мясо. И адекватные люди, которые это узнают, они просто принимают это как данность, как факт типа «А, ок, все, хорошо». Забываю, правда, часто о том, что я вегетарианка. И вот мы приехали к моему отцу, а он, как оказалось, вот максимально комичная, максимально, сука, ирония жизни, он приготовил все с мясом. Там супы какие-то, что-то еще купил, там на-на-на. Мы ехали к нему. Сколько мы ехали? Мы ехали дней пять, наверное, в одну сторону мы ехали. И он, соответственно, наготовил стол, когда мы приехали, накрыл поляну. И тут он узнает, что я не ем мясо. Но то, как он об этом узнает, это просто ненавижу. Короче, сидим мы за столом. Хотела сообщить об этом самостоятельно. Хотела сказать об этом в какой-то ненапряженной обстановке, где я смогу спокойно и твердо объяснить свою позицию. Но встревает моя бабушка и начинает рассказывать моему отцу, что я же у нас не ем мясо. Я не могу вспомнить какие-то конкретные цитаты. Наверное, это был слишком травмирующий опыт. Сука, я хотела все сказать сама. Зачем ты выставляешь меня как какую-то неадекватную чуть ли не в секту я попала, где меня заставляют мне есть мясо. Вот это хуже всего, когда кто-то рассказывает что-то про вас вместо вас и выставляет все в выгодном для себя свете. А в той поездке еще одна была такая ситуация, намного более жесткая. Опять-таки, охуительные истории наточки на этом канале. У моего отца шок. И начинается то, с чем я уже, казалось бы, смирилась и чего достаточно давно не было, потому что мои родители, моя мать и мой отчим, с которыми я жила на этот момент, они уже как-то привыкли к этому и просто смирились. Они поняли, что меня никак не переубедить и не заставить. А он еще не знал этого и начинается все по-новой. А почему ты этого не делаешь? А ты что, худеешь? Вот, кстати, просто почему люди не понимают, что если ты вегетарианец, ты не худеешь, ты не считаешь это каким-то веянием моды. Если это твое осознанное решение, то, блядь, просто примите его. Он все те шесть дней, которые я там находилась, во время каждого приема пищи он пытался мне сунуть мясо на тарелку, как-то пренебрежительно разговаривал со мной об этом и, разумеется, не поверил, что это мой выбор стать вегетарианкой. Он начал мне рассказывать, что это все из интернета, это все веяние запада, это не ты решил, тебя заставили, тебя кто-то научил, тебе кто-то сказал, что ты должна стать вегетарианкой. И, конечно же, я послушала, мне каждый день приходит уведомление о том, что я должна быть вегетарианкой и я хожу, у меня слюни текут, я вожделею это мясо. Угу. Но мне запрещают его есть. Да. Кстати, по поводу этого мне не хочется мяса, если возникает такой вопрос, мне не хочется, мне не нравится запах, я не чувствую себя плохо от этого, плохо я себя чувствую из-за других вещей, из-за мяса я себя плохо не чувствую, мне не нравится запах, не скучаю по вкусу мяса, я не скучаю по мясным блюдам. Я также смотрела фильм Земля, документальный фильм о том, как в США, по-моему, забивают животных, в общем, там разделено на секции о жестоком обращении с животными, как это происходит на фермах, как это происходит в цирке, как делаются шубы, ну, то есть там снята скрытка камерой, вот прям весь процесс с кровью, максимально живое доказательство того, насколько все плохо в более развитых странах, и как вы думаете, насколько все плохо в странах постсоветского союза, в общем, не могу отрицать, что этот фильм на меня сильно повлиял, просто это как будто бы стало последний как, я жила в деревне, мои родственники жили в деревне, забивались свиньи, курицы и так далее, я про это все знала, я это даже видела, но когда я увидела этот фильм, я увидела и другие аспекты, то есть цирк, как делаются, шубы те же, кожаные вещи, это просто стало для меня, много плакало, мне было тяжело смотреть, делала паузы, но это нужно посмотреть, чтобы знать, что происходит и чтобы был все-таки осознанный выбор, есть мясо или нет, мне кажется, что все-таки нужно посмотреть, через что проходит это мясо, чтобы лечь на вашу тарелку, кажется, в 2019 или 2020 году этот фильм стал резко как будто бы популярнее и помню, моя мать сказала, что мне этот фильм промыл мост, я, кстати, пыталась, я пыталась включить этот фильм, чтобы как-то достучаться до них и не для того, чтобы сделать их вегетарианцами, а просто для того, чтобы они увидели, как это происходит, насколько это все ужасно и просто поняли, почему я придерживаюсь такой позиции, они выдержали 10 минут, потом они сказали, выключай всю эту хуйню, мы такое смотреть не будем, и я понимаю, что они не стали это смотреть, потому что не хотят видеть правду. Также по поводу людей, которые разговаривали со мной не агрессивно на эту тему, не пытались меня заставить изменить свое решение, свой образ жизни, я говорю сейчас о людях, которые узнают о том, что я вегетарианка и считают своим долгом пошутить про то, что это так вкусно, ой, хочешь колбасу, ой, хочешь мясо, ой, вот держи, твое любимое мясо, вы серьезно думаете, что вы смешно пошутили, что вы такие оригинальны, что я слышу именно от вас это в первый раз, и что именно после вашего предложения я соглашусь. Просто объясните мне, какой кайф, а в чем веселье, в чем веселье, вам весело то, что я вегетарианка, я для вас что, какое-то животное подопытное, опять-таки, я вам игрушка какая-то, вы хотите посмотреть на мою реакцию, ну знаете, просто, что никакой веселой реакции вы не получите, вы просто получите взгляд, как на долбоебу, типа, и все. Что ж, на этом все, и подводя итоги, я бы хотела сказать, что, пожалуйста, не лезьте в чужую жизнь, не пытайтесь кого-то переубедить, это не смешно, если вы попытаетесь насильно кого-то изменить, вы просто нанесете человеку травму, и, возможно, нанесете ему физический вред, а поэтому, пожалуйста, давайте мы будем уважать друг друга, чтобы таких трешовых историй было меньше. Я надеюсь, вам понравилось это видео, я надеюсь, вам нравится мой рисунок, я надеюсь, вам нравится мой канал, и я буду очень счастлива, если вы останетесь здесь и дальше, и как-то поддержите меня, у меня есть сайт, там есть социальные сети любые, где вы можете меня найти, пожалуйста, поделитесь этим видео, если у вас есть друзья-вегетарианцы, пусть они прочувствуют мою боль, вот, правда, рада любой активности на канале, мне очень тяжело не сдаваться и продолжать дальше со своими-то 20 просмотрами, вот, всем спасибо за этот просмотр, всем пока!